Экзегет Интересно, книга это необычная среди пророческих книг, среди малых пророков, как их иногда называют, исходя из размера, конечно, а не из значения или тем более какого-то духовного величия, либо его отсутствия этих людей. В чем ее интересность? Мы видим здесь, как мы видим во многих больших пророческих книгах, диалог пророка и Бога. Поскольку книга небольшая, мы замечаем его с какой-то особенной такой остротой, полнотой, яркостью. То, что, конечно же, есть у Иеремии, отчасти у Исаии, у Иезекииля, но там этого очень много и там оно сопряжено с разного рода другими мыслями и переживаниями. А вот эта книга среди книг малых пророков, в общем-то, идеальная книга о том, каким должен быть пророк. Напомню, что есть книга пророка Иона, где описано, как не должен пророк поступать и действовать. А вот здесь скорее как надо. Ну и что касается датировки жизни пророка Аввакума, мы практически ничего не знаем точно. Похоже, что это Южное Царство, Иудея, и грядет какое-то нашествие, весьма вероятно, Вавилонское. Ну, соответственно, это допленный период, наверное. Вот практически все, что мы можем сказать, потому что нашествия было довольно много, мы с таким уже не раз встречались. Ну, здесь, конечно, упомянуто конкретно Халдейское нашествие, а это Вавилоняне, да, Халдей, собственно говоря, один из народов, населявших Вавилонское государство и занимавший в ней ключевую роль, ну, как русские, например, в Советском Союзе, да. И поэтому мы можем считать, что это Вавилон, но дело в том, что Вавилон не один раз нападал, и угроза Вавилонского нашествия тоже была неоднократной, поэтому датировать, в общем-то, сколь-нибудь аккуратно мы это не можем. До пленный период или вот самый-самый канун плена. Но, конечно же, мы не говорим об этом в связи с каким-то конкретным событием, мы говорим об этом скорее в связи с тем, как пророк вообще ощущает себя в качестве человека, стоящего на страже. Вот давайте немножко почитаем, напомню, что читаю я у малых пророков свои собственные переводы. Обличение, которое было явлено в видении пророка Аввакума. Здесь даже другое слово, не то, которое обычно, и его трудно перевести однозначно, но, скорее всего, это обличение, что-то тяжелое, неприятное, не просто весть, не просто слово Господне. «До коли, Господи, я буду взывать, а Ты не слышать? Я кричу о насилии, а Ты не спасаешь? Для чего же мне видеть зло, смотреть на несчастье? Передо мной грабеж, насилие, растут раздоры, вражда». И вот мы видим, что пророк – это не секретарь, который записывает за Богом слова, не почтальон, который приносит от него конверт царю или всему народу, там, газету, да, с объявлением. Это тот, кто говорит с Богом, а говоря, он может и поспорить, говоря, он может и сказать такие вещи, которые, ну, в общем, мы, наверное, Богу не скажем, по крайней мере, не каждый из нас и не каждый день, да. «До коли я буду это все говорить, а Ты не слышишь?» Смотрите, обычно мы представляем себе так, что пророк передает слова Бога, а здесь сам Бог должен его слушать. То есть пророчество – это скорее диалог. Диалог, в котором не только пророк выслушивает Бога и потом транслирует его слова дальше, но он и отвечает. Пророк – это тот, кто говорит с Богом от имени всего народа, но не потому, что уполномочен на это царем, каким-то собранием, не потому, что ему дали такие вот какие-то особые права или поставили на некую должность, а потому, что вот он умеет это делать, потому что ему это удается. И здесь он даже упрекает Бога, для чего мне видеть зло, смотреть на несчастье. Ну, это вечный вопрос Теодицеи, оправдание Бога. В мире много зла и страданий, зачастую незаслуженного, зачастую ужасного. И что с этим делать? Сказать, нет, Бог здесь ни при чем, но тогда кто такой Бог и зачем он вообще в этом мире, если он ни во что не вмешивается? Сказать, в этом виновен Бог, как говорит Иов, тоже звучит как-то немного богохульно. Вечная проблема, и она, конечно же, в книге пророка Авакума не то, чтобы напрямую проявляется, но какой-то отголосок вот этих споров Иова здесь есть. Он, правда, не говорит, для чего ты так делаешь, он говорит, для чего мне смотреть. Вот тот самый минимум, который человек может сказать Богу. Ну, хорошо, я не понимаю, зачем ты так, но мне-то это зачем? Потому и закон оцепенел, и подлинного правосудия не видать. Злодей праведника окружил, вот и выходит кривосудие. Ну, это обычная тема пророческих обличений. И обратим внимание, что самое страшное, что творится в израильском и леудейском народе, это не то, что они там мало постятся, плохо молятся, жертвы нерегулярно приносят, не то, что они там праздники плохо отмечают, посты забыли. Нет, совсем нет. Это их отношение между собой. Несправедливость. Злодейство. Вот общество, в котором творится несправедливость, это общество Богом будет проклято. Вот, в общем-то, то, что говорит каждый из пророков постоянно, часто, и даже тот же самый Иона, который совсем неправильный пророк, в общем, тоже говорит о злодеяниях ненавитян своим, правда, очень таким жестким способом. И в этом очень большой урок, что никакой нет религиозности, духовности без справедливости и милосердия по отношению к людям. Посмотрите, что будет среди народов, это уже отвечает скорее Господь, взглядитесь и вы изумитесь. Собираюсь я сделать для вас такое, что не поверите, когда вам расскажут. Ну, мы тут хотим, конечно, сказать, да, Господи, ты сейчас мешаешься, все будет хорошо, наконец, но не очень хорошо. Вот я поднимаю халдеев, народ суровый и упорный, который пройдет по всей земле, отнимает дома, не принадлежащие ему. Страшен он, ужасен, сам себе он правосудие и власть. А что же в этом хорошего? Что же хорошего в том, что какой-то народ присваивает себя, здесь сказано правосудие и власть, полномочия, в общем-то, Божьи. Ну, вечная тема инструмента. Этот народ, безусловный инструмент, которым Господь наказывает. И это не значит, что инструмент во всем прав. Это значит, что у израильтян, у иудеев, скорее в данном случае иудеев, есть все основания видеть в этом нашествии действия Бога. «Быстрее барсов его кони, проворней ночной волчьей стаи, скачут садники, издалека налетают, как орел настигают свою добычу, все они насилия жаждут, глядит вперед вся орда, набирают пленников, что песка над царями они издеваются, над князьями насмехаются, над всеми крепостями потешаются, насыплют земляной вал и захватят». Ну, это обычная картина, когда осаждают город, надо же проникнуть внутрь, там стены довольно высокие, то есть разные способы. Одна из самых удобных таких вот попыток проникнуть в городские пределы – это насыпать вал. Вот стоит городская стена, насыпается вал, и по этому валу те, кто атакует город, могут подняться на городские стены. Долго, но зато надежно, там лестницу сбросят, какие-то осадные орудия сожгут с помощью подожженных стрел, а вот вал, с ним ничего не сделаешь, если уж его насыпали, он есть. И вот это такая уверенность, да, то есть не просто там где-то пробили стену, залезли, да, вот открыто день за днем, месяц за месяц насыпают вал, и уж тогда они берут этот город как хотят, никто их не остановит. И вот любования здесь нет. Довольно жестоко орда, которая налетает, нападает, которая все разрушает, и вот это, собственно, ответ на слова Аввакума о насилии. Доколе терпеть насилие? Да подожди немного, сейчас придут, халди, все будет вообще уничтожено. Наверное, Аввакум не этого хотел, но если ты хочешь справедливости, получи. «Налетят, как ветер, и прочь пойдут, сами виновны, для них Бог их сила». Тут очень важный комментарий, да, чтобы не возникало ощущения, что в Вавилоне нет какой-то лучший народ, который приходит на смену идеям, совсем нет. И они, язычники, поклоняются не просто разным богам, но, собственно, своей собственной силе. И получается, что Аввакум спрашивает Бога, ну, сколько уже можно терпеть все это безобразие? Бог говорит, подожди, сейчас халдеи нападут, камни на камне не оставят. Как на это отреагирует Аввакум? «Но ведь ты, ты из древней Господь, мой Бог, святыня моя, да не умрем мы. Господь, они – это твой приговор, скала моя, а не наказание твое». О чем говорит Аввакум? О том, что халдеи его сами по себе мало интересуют. Он не боится их, он не пытается с ними вступить переговоры, или построить какие-то особо прочные сооружения, собрать какое-то войско новое, да, которое их отобьет. «Они – твое орудие, твой приговор. Господи, ты – Господь и святыня, и твердыня моя», – говорит он. Наверное, мог сказать «наше» относительно всей иудеи, но вот именно «моя», потому что он здесь разговаривает с Богом. Что там у остальных? Ну, по-всякому. Да, вот если творятся беззакония, значит, для кого-то Бог мало что значит. Но для Аввакума это значит. «Чьи очи чисты, тот не терпит зла. Как можешь ты смотреть на нечестие? Что смотришь ты на измену и молчишь, когда злодей пожирает того, кто прав пред ним? Ты оставил людей, как рыб морских, как насекомых, среди которых правителя нет. Их таскают крючком, неводом ловят, сетью влекут и радостно ликуют». Смотрите, здесь даже Аввакум не говорит «спаси нас от Вавилонин», не говорит «я, конечно, жаловался на все эти безобразия, ну не так же, ну не надо же всех уничтожать. Лучше ты этих халдеев как-нибудь от нас отгони». Нет, он говорит о том, что и халдейское нашествие не меняет картины насилия. Просто теперь насилие из внутреннего, из несправедливости между жителями Иерусалима и Иудеи выносится наружу. То есть теперь уже халдеи будут их угнетать, но разницы-то особой нет. Зато приносит рыбак жертву неводу и сети своей кадит, ведь из-за них есть у него кусок, и обильно трапеза его. Интересный образ. Конечно, в языческом культе можно обожествлять предметы своего ремесла, рыбак может приносить жертвы, ну может быть не самой сети, а какой-нибудь богине, нимфе, кому-то еще духу этой самой сети, чтобы она хорошо ловила рыб. И это, собственно, суть язычества. То есть в Вавилонине халдеи приносят жертву не просто каким-то абстрактным языческим богам, но тем сущностям, которые, с их точки зрения, помогают им захватывать эту добычу. И вот это ничуть не лучше того, что происходит в Иерусалиме. Для того ли он будет сеть опустошать, народы без устали истреблять? То есть что хорошего, Боже? Я говорю, у нас тут творятся безобразия, это говорит, что сейчас придут халдеи и все уничтожат. Это же еще хуже. Но не потому, что они побьют нас. Пророки очень непатриотичны вот в этом примитивном понимании патриотизма, когда мы бьем соседей, то мы молодцы, когда соседи бьют нас, то мы несчастные. Нет, но в том понимании какого-то более подлинного, глубокого патриотизма, который смотрит на Царство Божье и говорит, мы его граждане. И если что-то совсем не так, как в этом Царстве должно происходить, то нас это не устраивает, мы должны что-то с этим делать. Вот отсюда их непосредливость, отсюда многие проблемы с народами и правителями этих народов. Но а как будет развиваться диалог Аввакума и Господа, мы послушаем в следующей второй главе. Продолжение следует...